В Московской области немало известных художественных промыслов. Познакомиться с ними, а также с образовательной деятельностью Высшей школы народных искусств смогли порядка тысячи школьников городского округа Щелково. Представители Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Богородского института художественной резьбы по дереву и Сергиево-Пасадского института игрушки впервые приехали с таким форматом в Щелково. Сегодня на базе нашей гимназии мы принимаем выставку народного творчества и народных промыслов Московской области. Детям очень нравится сегодняшняя выставка. Мы сами все поражены, что происходит у нас в Московской области. Конечно, мы знали о существовании таких производств, но увидеть своими глазами, показать это все нашим детям, конечно, нам очень хотелось. Резные скульптуры из дерева, жестовские подносы, ростовская фенифть, федоскинские шкатулки. Выставка убедила ребят, что народные промыслы – это не нечто архаичное и устаревшее. И мастера, которые работают в нашем регионе, создают шедевры, аналогов которым нет во всем мире. Эта выставка вдохновляет детей на изучение новых народных промыслов, мотивирует их изучать глубже эту культуру. Здесь для каждого найдется то или иное дело по душе. О том, как поступить в Высшую школу народных искусств и какие есть специальности, рассказали представители институтов. Кроме того, школьники смогли попробовать себя в мастер-классах. Сейчас фабрики начинают опять бурную деятельность. Они все ждут молодое пополнение, потому что, сами понимаете, уже большинство художников – это уже старшее поколение. Но это их, конечно, задача – привлекать молодежь. Но мы стараемся показать, что это уникально, этим надо гордиться. И это, конечно, произведение искусства высочайшего класса, которое единицы могут выполнять. И мы гордимся, что эти промыслы и вот этим искусством занимаются в нашей Московской области и в нашем институте. В каждой школе у нас есть художественные мастерские, преподаются уроки изобразительного искусства, технологии и так далее. И есть дети, которые заинтересованы искусством, творческие натуры, творческие личности. Поэтому родилась такая идея – пригласить к себе три института для того, чтобы наши дети, ориентированные на такие творческие профессии, посмотрели, познакомились. И, может быть, кто-то для себя решил выбрать профессию в области народного искусства. Мероприятие вызвало живой интерес у школьников. И, возможно, кто-то из них, благодаря знакомству с Высшей школой народных искусств, заинтересуется и найдет свое призвание в народном ремесле. Евгения Корытько, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.